Общее сведение. Врожденный гипотириоз – это полиэтиологическое заболевание, характеризующееся клиническими проявлениями недостаточности щитовидной железы. Является наиболее распространенной эндокринной патологией в педиатрии. Чаще всего заболевание возникает на фоне изменений непосредственно в щитовидной железе, реже является результатом патологии гипоталама. Гипофизарная система или дефектного строения рецепторного аппарата от ропных органов. В 90% случаев носит спорадический характер. Заболеваемость 1,3,7-4 тысячи. Новорожденных в Европе и США, в Японии 1,6-7 тысяч. Женский пал болеет в 2-2,5 раза чаще мужского. Первые скрининг-тесты на врожденный гипотириоз были выполнены в 1973 году. Канадцами Джейда Солт-Эс-Лайбердж. На данный момент неонатальный скрининг проводится с целью максимально быстрой постановки диагноза и при необходимости проведения своевременного лечения. Врожденный гипотириоз причины. В 80-90% случаев возникает первичная форма врожденного гипотириоза. Причины аномалии развития щитовидной железы, чаще всего – дистопия в загрудинное или подъязычное пространство, реже – гипоплазия, атериоз. Факторами риска могут выступать аутоиммунные и инфекционные заболевания матери, токсическое влияние медикаментов, химических средств. Радиоактивное облучение, недостаточность йода во время беременности. Порядка 2% случаев пороков развития железы, наследственной формы. Основная их причина – мутации в генах ТИТФ1, ТИТФ2, ФОХ1, ПИХ8. Как правило, генетически обусловленные формы сопровождают другие аномалии развития врожденной пороки сердца, волчья пасть и тому. Подобное от 5 до 10% детей с врожденным гипотериозом имеют нарушение синтеза, выделения или взаимодействия самих гормонов щитовидной железы. Передача, как правило, происходит по аутосомно-рецессивному типу. Самые частые варианты дефекта органификации йода и тиреоидных гормонов – частота 1,40 тысяч, синдром Пендреда 1,50 тысяч. Другие формы встречаются крайне редко. Примерно 5% всех случаев врожденного гипотериоза – центральные, вторичные или третичные формы. Наиболее распространенный вариант – сочетанный дефицит гормонов 1а гипофиза, в том числе ТТГ. Изолированный дефицит встречается редко. Причины поражения гипоталома гипофизарной системы – аномалии развития головного мозга, кисты, злокачественные и доброкачественные. Опухоли – родовая травма новорожденных, асфиксия во время родов, редкая аплазия и гипофиза. Причиной развития клинических симптомов гипотериоза может быть аномалия структуры рецептора в органах-мишенях, вызванной генными мутациями. Невозможность взаимодействия достаточного количества гормонов с рецепторами тропных тканей провоцирует развитие так называемого «синдрома резистентности». Как правило, это наследственная патология, передающаяся по аутосомно-доминантному типу. Принюровень ТТГ в плазме крови нормальный Т3 и Т4 в переделах норма или умеренно повышены. Классификация врожденного гипотериоза Врожденный гипотериоз имеет несколько классификаций, основывающихся на локализации нарушения тяжести симптомов и уровней тироксина. Компенсации на фоне лечения и длительности заболевания По происхождению заболевания выделяют следующие формы гипотериоза – первичный или тиреогенный. Патологические изменения возникают непосредственно в тканях щитовидной железы. Вторичный – развиваются нарушения работы 1-а гипофиза при которых возникает дефицит синтеза тиреотропного гормона от ТТГ. Третичный – недостаточность щитовидной железы, возникающая при дефиците одного из гормонов гипоталамуса – тиролиберина. Вместе с вторичной формой относятся к центральным гипотериозам. Периферический – недостаточность эффекта гормонов обусловлена дефектом или отсутствием рецепторов в тропных тканях или нарушением конверсии тироксина Т4 в треть тиронин Т3. По степени выраженности клинических симптомов и уровню Т4 флазмик гипотериоз может быть латентным, манифестным и осложненным. Латентный или субклинический гипотериоз характеризуется нормальным уровнем Т4 на фоне повышения ТТГ. Клинических проявлений не возникает или они не специфичны и малозаметны. При манифестной форме на фоне высокой концентрации ТТГ уровень Т4 несколько снижен. Развивается классическая клиническая картина гипотериоза. Осложненный гипотериоз протекает с высоким уровнем ТТГ, резким дефицитом Т4. Помимо тяжелой степени гипотериоза возникают нарушения других органов систем, сердечная недостаточность, полисирозит, кретинизм. Комо – редкая аденола гипофиза. В зависимости от эффективности лечения выделяет врожденный гипотериоз, компенсированный на фоне проводимого лечения явления. Гипотериоза исчезает в концентрации ТТГ Т3 Т4 флазмы крови в пределах нормы, декомпенсированный даже на фоне адекватного. Лечения имеются клинические и лабораторные проявления гипотериоза. По продолжительности врожденный гипотериоз разделяют на транзиторные заболевания и развивается на фоне воздействия антител матери к ТТГ ребенка. Длительность от 7 дней до 1 месяца. Перманентный требует проведения пожизненной и заместительной терапии. Симптомы врожденного гипотериоза. В зависимости от формы и степени тяжести нарушений первые признаки первичного врожденного гипотериоза могут манифестировать в разном возрасте. Резкая гипоплазия или аплазия железа проявляется в первые 7 дней жизни ребенка. Дистопия или несильная гипоплазия может вызывать клинические проявления в возрасте от 2 до 6 лет. Первичные признаки, указывающие на врожденный гипотериоз, вес ребенка при рождении свыше 4 кг, незрелость предоношенной или переношенной. Более 40 недель беременности, запоздалое отхождение мекониальных масс, длительная желтуха новорожденных, диспепсические явления. Медленная прибавка массы тела, апатичность, макроглоссия, метеоризмы, запоры, мышечная слабость, гопорефлексия, цоносы, эпизоды апноэ во время кормления. Кожные покровы ребенка холодные, возникают отеки конечностей и половых органов. Часто наблюдаются увеличенные роднички, несращение швов костей черепа, дисплазии тазобедренных суставов. Грудное вскармливание способно уменьшать выраженность клинических проявлений гипотериоза. Первичный врожденный гипотериоз развивается поэтапно. Ярко выраженная клиника наблюдается в возрасте 3-6 месяцев. Возникает мексидема, кожные покровы уплотненные, желтушно-серые, сухие. Потоотделение резко уменьшено. Развивается атрофия ногтевых пластинок и волос. Голос ребенка низкий, хриплый и грубый. Возникает отставание в психомоторном и физическом развитии, зубы прорезываются и сменяются с задержкой. При дальнейшем развитии наблюдается умственная отсталость. Это проявляется скудностью словарного запаса и снижением интеллекта, которое склонно к прогрессированию вплоть до олигофрении. Центральный врожденный гипотериоз имеет нечеткую клиническую картину. Часто сочетается с аномалиями лицевого черепа, заячья губа, волчья пасть и недостаточностью других гормонов гипофиза, самототропного, лютинизирующего и фолликолостимулирующего, с характерной для этого симптоматикой. Диагностика диагностика врожденного гипотериоза включает в себя сбор анамнистических данных, объективное обследование ребенка педиатром или неонатоловым. Инструментальные исследования общие специфические лабораторные тесты. В анамнезе можно выявить предрасполагающие факторы, отягощенную наследственность, заболевание матери во время беременности, нарушение питания, использование акушерских пособий во время родов и ПР. При физикальном обследовании ребенка выявляется снижение ЧСС от умеренной гипотермии, гипорефлексия, отставание в развитии. На рентгенограммы конечности определяют запоздание и нарушение очередности формирования и диракостенения их несимметричности специфически. Признак – эпифизарный дисгинез. На ЭКГ – синусовая брадикардия, снижение амплитуды зубцов, расширение комплекса QRS. УЗИ щитовидной железы позволяет выявить дистопию, гипоплазию или отсутствие этого органа. В АКГ – нормохромная анемия. В биохимическом анализе крови выявляется повышение липопротеидов и холестерина. При подозрении на центральное происхождение гипотериоза проводится КТИ и МРТ гипофиза. Специфические лабораторные тесты измерения уровня Т4 и ТТГ в плазме крови. Данные тесты используются в качестве неонатального скрининга. В зависимости от формы гипотериоза концентрации данных гормонов в крови могут быть увеличены или снижены. Редко применяют молекулярно-генетическое исследование с целью идентификации мутаций генов. Продолжение следует...